это то что не убиваемая то что не растерзаемая то что несомненно есть в каждом живом человеке человека можно поломать физически убить растерзать порезать все но если он духовно богат если у него убеждения свои то его не сломаешь я это увидел в первую чеченскую кампанию когда вышли мы на ребят которые попали в окружении бойцов ребята конечно молодые командир погиб они не знаю что делать им просто были деморализованы хотя ребята сильно здоровы были когда мы их вывели из окружения и они получали боевых столкновениях и увидели что врага можно победить они сказали вот если бы нам раньше кто да мы бы те же ребята то же тело там те же мышцы но у них отношение поменялось и поэтому я стал заниматься патриотической работой чтобы дети поверили себя чтобы с помощью определенной действий прыгал с парашютом он посмотрит он может в дан крутой и все и тогда он идет гордо поднятой головой с гордой осанкой потом этих детей я видел на войне подходят ко мне решить обратить тоже полковника вы помните такого то я вот спецназе служу я вот в спецоперациях участвует этот парень такой от настоящий он стержень так вот так же детей свои будут воспитывать вот сейчас любого спроси мужчину средних лет которые советское время служили в армии ну он может там животе отрастил себе там там какие-то уже достались и но как только скажи а как армия глаза блестят осадка управляются да и там тогда это а вот так то были интересные истории рассказывает потому что здесь у нее рождалось действие он становился мужчиной это прежде всего душевная закалка там же все равны здесь понятно что люди делятся на социальные группы там папа крутой там мама крутая там деньги есть дом есть машина есть и отношения людей понятно что другое немножко тем более сейчас когда у нас разделение идет классового очень богатых и бедных вот когда у нас есть масса информации и полно той информации которым детям они не готовы к ней есть игры которые порождают желание убить можно украсть машину можно разбить ее то есть они допускают себе такую мысль тем мы себе так вообще не допускали ну вот поэтому здесь вот очень важно чтобы человек осознавал что у нее есть что-то такое что сильнее самого сильного это дух